Юлия Воробьёва самый удивительный феномен Украины. Её называют украинской ванной. 30 лет назад произошла страшная авария. Юлию Фёдоровну, тогда крановщицу шахты, ударил разряд тока в 380 вольт. Три дня она пролежала в морге, а потом воскресла и обнаружила в себе дату. Женщина-рентген видит людей насквозь, может предсказывать судьбу и исцелить болезнь. При этом её глаза фактически незрячие. У неё были подъезды, лестницы забитые. Понимаете, приходилось даже чуть ли не опровержение писать, чтобы отбить охоту людям, идти туда. Недавно Юлии Фёдоровне довелось столкнуться с иным разумом. Встреча выглядела как классическое похищение НЛО. Ночью в окно квартиры ударил ослепительно белый свет. Луч захватил целительницу и поднял вверх. Высоко в небе висел корабль. И лечу вот ровно, вертикально, страха никакого, ничего. И вот лечу потом полем зрения, как-то влево. Повернула какие-то круги. Юлия Воробьёва оказалась в светлом овальном помещении. Посередине находился столк. Вокруг него сидели 9 гуманоидов. Когда я вылетала, вижу 9 особей, как людей нельзя назвать. И стол, за которым они сидят, вот как овал и перерезанный пополам. Но не пополам, а большая сторона. Вы понимаете? Пять на той стороне, я их уже не вижу, потому что это выше. А четыре на этой стороне, я под стороной стою. Перед каждым НЛО-нафтом светился плоский экран. По краям шли разные картинки, а посередине крутились спирали. Инопланетяне были одеты в блестящие скафандры. Костюмы. Плечей нет, по три пальца. На ногах как бутсы такие вот. И лиц я не вижу, потому что они смотрят вот на эти экранчики. И я вот как... И думаю, да это японцы, хотят показать, что они инопланетяне. Вы понимаете? Вот в душе. А потом думаю, они же... Наверное, знают, что я думаю. Нельзя же об этом думать, а то меня не отпустят. Над столом висел голографический глобус Земли. На нем были отмечены голубым и красным цветом полосы и точки. Мигали индикаторы. Никто не произносил ни слова, даже телепатически. Вдруг началось нечто совсем непонятное. И вдруг я вижу, мои две ноги, поколения обтрубанные, стоят в стороне. И с них течет черная смола. Думаю, боже мой, сейчас она течет. Мне надо убирать, а тут ни тряпки, ничего нет. Что же я буду делать? И я не знаю, как эти ноги стали. Опять у меня, но я их видела отчетливо. Коленные суставы у бывшей крановщицы за годы работы на шахте были отморожены и сильно болели. После встречи с внеземной цивилизацией болезнь отступила. 3 марта 1978 года 37-летнюю донецкую крановщицу Юлию Воробьеву ударила разрядом тока напряжением 380 вольт. Врачи констатировали смерть. Но спустя три дня умершая очнулась и стала видеть людей насквозь. Сегодня она в нашей студии. Юлия Фёдоровна, расскажите, сейчас себя как чувствуете? Говорят, по годам. Что я хочу сказать? Ну, вот, ноги болят очень. После аварии 2004 года, конечно, очень. Но все равно. Я в больнице не лежала, все равно я хожу, как бы там ни было. Юлия Фёдоровна, расскажите, а что в 2004-м-то произошло? Да, авария была. Я ударилась так коленями, что торпеду в машине в гармошку сжала. То есть разбиты были ноги. Да, разбиты чашечки. Ну, много. У меня же после той травмы, вы вот сейчас сказали, что я жила через три дня. Нет, не так было. У меня это была суббота, 3 марта 1978 года. Кран наш был на ремонте. Ну, если кто-то знает, что если остановлен кран, я не имею права работать на кране. Ну, знаете, как обстоятельства? На улице дождь со снегом, рабочим надо лес. Начальник заставил, чтобы я подвезла лес. Я мокрая, конечно, и рукавицы мокрые были. Все, и вот я начала работать. И 380 вольт. Ну, вспыхнуло в кабине, я больше ничего не помню. Ничего не помню. А очнулась где? Очнулась где? В общем, 3 марта в 12 часов дня, в 9 часов это случилось. Пока там все констатировали в 12 часов в институте травматологии. Мою смерть. Но суббота и воскресенье патологоанатомы не работали, это меня и спасло. Оставили до понедельника. А в понедельник, при вскрытии, один из студентов, ему нужно для препаривания фаланг большого пальца. И вот когда он, я не знаю что, ну факт тот, что я вздрогнула. То есть он решил взять себе палец для работы? Да, да, да. Вот. И после, конечно, ну вот, потом я опять ничего не помню, потому что полгода после этой травмы я вообще не спала. Я думала, если я усну, то я не проснусь. Но, как сказали, что я сразу начала видеть. Нет, не сразу. Я не сразу. Мне такие были полгода боли в голове, что все перемешивалось. Я, когда меня выписали домой, соседи не ночевали дома от того крика, как я кричала. А кричали от боли, да? От боли. И вот ровно полгода, день в день, после травмы, боль ушла. И по сегодняшний день голова у меня не болит. А потом мне надо было ехать, я никуда не выходила, в поликлинику. Я стою на остановке, и женщина стоит. И вот на ней шифоновое платье. Я вижу то, что в ней движение в кишечнике. Это самое-самое первое. Думаю, что это? Я с ума схожу? Ну, движение. После я уже поняла, что это перистальтика в кишечнике. То есть вы стали такой человек-рентген, можно назвать. Ну, стала видеть то, чего не надо видеть. Потом, как, ну, мне кажется... А вы сами удивились себе вот таким возможностям? Ну, вы знаете, ну, любой человек, конечно, почувствует такую ненормальность. Конечно, думаю, что это же ненормальное явление. Испугались. Но, да. Юлия Фёдоровна, а вот скажите, такой факт из вашей биографии, правда это или нет, говорят, что Святослав Фёдоров проводил обследование ваших глаз, чтобы понять, что за чудом вы обладаете. И поставил такой диагноз, что вы слепы. Ну, вы знаете как, не он поставил. Это уже было поставлено. И я в Одессе была. И мне сказали, что я вижу мозгом. Если сколько исследований я прошла, это... Ну, я не знаю даже, я не считала... То есть можно сказать, что по всем нормальным человеческим характеристикам Ваши глаза не должны выглядеть. Я могу вам рассказать, почему сказал Бернард Мартини, исследователь самый, вот, французский. Я встретил человека, способности которого поражают воображение. Они мне сказали, что я, обладая этим даром, я должна уметь читать фотографии. Вот. И мне показывают фотографию, ну, переводчики. Вот, что вы можете о этой фотографии сказать? Молодой человек, лет 35, кресло-качалки, новая фотография. Я объясняю, этот человек, он умер 3 месяца тому назад от СПИДа. Переводчик Бернарду Мартини передает, он говорит, да, он умер от СПИДа. Ну, это все то, что... А вот как вы это видите? Это вот вы нам... Как я вижу, я вижу точно так. Это вот рисуется все перед вами. Вы знаете, ну, объяснить я не могу. Если я человека смотрю, он мне прозрачный. Я очень хорошо вижу опухоль. Там, где злокачественная и доброкачественная. Если доброкачественная, она розовая, приятная для взгляда. Если злокачественная, она имеет вот перламутровый отлив, как вот пупок куриный. Это значит та, которая склонна к метастазированию. Это очень видно. Было даже вот в 87-е годы исследования. Исследований у меня очень много. Самые нудные это были японцы. Я три раза в Японии была, это все они исследовали. Я три раза в Японии была, это все они исследовали. Они ложные повязки привязывали. И на костылях. Скоро мне заживет кость. А, там ложная, там ничего нет. Разматывайте. Были такие люди, врачи сами. Даже говорят, вот умирает у нас женщина, у которой рак желудка. Она в жизни была, эта врач, очень худая. Но когда показали одни кости, я говорю, Юля, я умираю. У меня рак желудка. Я уже отказалась от еды. Одни косточки. А я посмотрела, там диафрагмальная грыжа. Но она очень болезненная. Ее прооперировали. Она еще сегодня, уже 23 года живет. Ну, это очень много. Дал бы Бог мне здоровья. Я бы столько людям еще помогла. У меня трое детей и трое внуков. И 17 кошек чужих живут там на крыше. Их надо накормить. И у нас, я в частном секторе. Хочешь, не хочешь, болит, не болит, топать надо. Вы знаете, мы должны устраивать себя. Все зависит от нашего внутреннего мира. Мы должны, ну, во всем радоваться. Иногда человек купил старый велосипед, но он едет, улыбается, он такой доволен. Во всем искать радость. Искать радость. В маленьких вещах, чтобы она была, да? Да. И в маленьких даже что-то мы сделали. И вот, вы знаете, вот моментальный прилив сил и не сильно входить в болезнь. Запомните, движение, зарядку. Вот я 60 раз обязательно, обязательно и делаю. Все, моментально легче становится. Потому что, вы знаете, кто перенес, что такое смерть, он будет цепляться за все. И искать ресурсы внутренние. Вот когда вы настроите себя на позитив, все будет хорошо. Спасибо большое. Спасибо вам большое.